приветствую всех с вами как всегда данил вармаков и добро пожаловать в наш сотый обзор никогда бы не подумал что мы когда им дойдем до сотого юбилейного выпуска за что я благодарю каждого из вас кто подписан этот канал кто нас смотрит и кто очень заинтересован в нашем проекте и жаждет новых обзоров мы это очень ценим и в честь сотого обзора я хотел бы рассказать о том как я познакомился с андроидом и как у меня был вообще самый первый андроид жизни самый первый смартфон на андроиде меня появился только в четырнадцатом году мне его подарили на моё десятилетие на моё день рождения телефон конечно не мать подарила не самый крутой но мне он очень нравился в свое время и имя ему было арк что но не слышали об этой марке когда-то они были очень актуальны и как наравне скайскрином или как вот сяоми сегодня но пропали с полок также резко как они резко и появились теперь это чистая история а модельку на день рождения мне подарили арк бенефит м1 на тот момент это была относительно свежая моделька и этот телефон стоил 2 800 рублей в альдорадо что вполне себе за андроид в четырнадцатом году это было очень даже хорошо а за арка бенефит м1 у меня были чисто кнопочные это samsung не 350 c61 12 и nokia 100 а других аппаратов я в живую честно говоря не встречал да и не помню что у нас школе кто-то ходил с айфонами с андроидами так что для меня хотя бы вот такой андроидовский телефон это было честно говоря в новинку для мета был просто мультимедийный аппарат что-то наравне с какой-нибудь Sony PSP что для меня честно говоря как человек который никогда не видел PSP на тот момент это было нечто телефон мне очень нравился очень его любил но отходил с ним всего лишь три года с 2014 по 2017 я был вынужден с него уйти чисто по одной причине что я вот качался вот так вот на качели в руке был телефон он у меня с руку вылетел и упал в щебенку экраном вниз из-за чего сенсор разбился я плакал и мне матем на DR подарила другой телефон но об этом как-нибудь следующий раз год назад мой хороший друг Женя помог мне заменить на нем сенсор и как вы видите работает отлично работает и естественно не буду затягивать начало видео давайте же мы перейдем к самому аппарату вот и сам гость сегодняшнего обзора да выглядит достаточно самобытно достаточно типичный китайский android того времени копеечный но в нем есть что-то вот очень особенное очень крутое поставлялся аппарат вот в такой вот коробочке тоже достаточно ну не самая дизайнерская но все по делу вот функционал вот сам телефон вот расписан типа 2 мегапикселя все остальное и сверху там же накличка с аймэй ну а сам телефон да выглядит он самобытно и каким-то изысканным дизайном он не блистал но сам по себе аппарат был все равно крутой на лицевой стороне мы видим фронтальную камеру на 0 3 мегапикселя разговорный динамик большой 4 дюймовый дисплей разрешением 480 на 800 типа tft снизу нас три сенсорные кнопки кнопка назад кнопка home и кнопка свернуть приложения на задней стороне у нас логотип арк камера на 2 мегапикселя тут написано звуковой динамик на левом торце у нас ничего нет а на правом качелька громкости кнопка включения и разъем под наушники мини джек три с половиной дюйма а снизу у нас разъем под зарядку сверху у нас также ничего нет а чего вы хотели все как надо телефон за 2800 рублей что же давайте мы с вами включим видео ссылочку арк и сразу же включился и разряжается понемножечку системка тут стоит android 422 с в какой-то степени фирменной оболочкой и чувствует он себя даже спустя 9 лет очень даже неплохо я на него запускал там minecraft запускал 3d игры некоторые софтины и даже сегодня он их выполняет вообще без каких-либо пробелов и приколов все с ним хорошо я даже с него смог даже спокойно войти в телеграм правда с telegram x но свою работу он выполнял я на него поставил minecraft версии 0.10 4 в которой я и сам играл лет 9 назад огромное спасибо куцу за данную версию и я вам покажу как выглядит minecraft с арка benefit m1 вот так вот я поцару уже себе домик я всего загоняю долгое время звук надо сделать потише и вот такой вот у меня домик ну а так если играть конкретно в старые версии minecraft а то арк с ними справляется вообще без каких-либо проблем ему хорошо мало наверное кто спонят эту классическую игрушку но также на андроиды поставляли порт суматуре dreams по большей части это видео наверно будет сколько не о том насколько телефон хороший и стоит ли его покупать в коллекцию а сколько о том с чем я имел дело лет 9 назад и что у меня было пока у всех были galaxy были тогдашние леново и тому подобное для тех кто не знает что это за игра и про что на то я поясняю суматуре dreams это игра про сумоистов где ваша главная цель это просто толкнуть противника так чтобы тот упал и в итоге если вы устоите на своих ногах то вы победитель вы в этом случае я проиграл но игра довольно веселая эту игру наверно точно никто не знает это игра которую создал липта много лет назад и так у куб с суть которой в том что вам надо пнуть а кубик льда до стакана с чаем чтобы он охладил напиток и ему надо пройти множество препятствий чтобы попасть в стакан с завидным напитком естественно игра 3d на и она работает вот таким образом и желательно еще вот эти лимонные ламы собирает чтобы вот больше очков было достаточно прикольная игрушка рекомендую заценить что говорить про сам функционал телефона то здесь он достаточно классические что еще нужно все нужные приложения которые вам нужны там радио часы не все остальные инструменты функции есть тут все вообще абсолютно еще помню когда-то был момент что я узнал в интернете в том же четырнадцатом году что от можно ставить винду на android вы поймаете как у меня было отвал башки когда и узнаешь типа а что так можно было сделать и естественно я побежал скачивать бочес на котором я все это и творил и несмотря на свои характеристики телефон спокойно справляется с эмуляцией windows правда я уже не вспомню что за винду здесь ставил это по-моему либо windows xp либо windows 98 но по-моему что-то древнее а windows int 4.0 наставил это кстати одна из самых моих любимых версий windows которая вот была в 90 но любом случае темка с бочес здесь работает и это очень хорошо камера здесь на 2 мегапикселя очень сильно сколько не мылит сколько делают картинки в стиле картина маслом и делает фотографии ну достаточно дефолтным для своего времени а что еще хотели от телефона за 2 800 рублей а в плане видосов он снимает их формате 3dp и такая же картина маслом как и фотографии ну этого было вполне себе достаточно чтобы сфотографировать документы и сфотографировать там что-то важное вот так снимает арку юхит м1 вот такое качество можно суммировать еще кстати можно еще какую-то херню делать камера конечно картина массу на что говорить про характеристики они здесь довольно устарели встроенной памяти здесь 512 мегабайт и оперативные здесь 56 для каких-то там стандартных задач по типу позвонить зайти в интернет или во что-то поиграть вполне себе достаточно с лихвой но при этом память можно увеличить карты памяти аж до 32 гигабайт что для такого мелкого телефона подходит цене это очень хороший бонус поддерживает достаточно старую связь а именно 2g edge но есть поддержка вай фай что всего в интернет можно и выйти ну и аккумулятор здесь на 1400 миллиампер часов я здесь поставил ну а кб потому что родной давно сдулся и мне его хватает на недельку вообще с лихвой и может спокойно продержаться с его наверное еще можно кому-то позвонить нашу прям полноценным пользоваться мне кажется у вас не получится потому что телефон вот он настолько устаревший со временем ну и разумеется здесь стоит процессор и медиатек мт-6572 на 1300 мегагерц который в своей операции выполняет вообще без всяких проблем но сами понимаете телефон устаревший на нем вот прям какой-нибудь brawl stars вы не запустите также существует и 3g версия данного аппарата но эта версия выйдет чуток позднее обычного что могу сказать в итоге на свой dr я получил довольно неубиваемую звонилку а ведь что с ним только не было он и падал на кафель кучу раз и на бетон и даже ведро с водой падал ему вообще насрать и работает также прекрасно как с магазина чем он меня и приятно удивлял для меня это первое мультимедийное устройство с которым я мог сделать больше интересных вещей нежели на каком-нибудь c61 12 а главное я для себя открыл мир тогда популярных игрушек в том числе и фнаф больших возможностей с android и в целом познакомился с зеленым роботом поближе и с тех пор аппарат храню как историю ведь именно с этого момента я стал юзером android это видео назвать обзором довольно таки сложно скорее просто решил в такой юбилей поделиться своим знакомством с android и что из себя представляли дешевый android до прихода сяоми онеров реалми и иных брендов обратили его в коллекцию на ваше усмотрение как по мне аппарат не для всех по вкусу потому что для большинства массовых людей это ну просто обычный китайский android очень дешевый что с него взять а на этом я думаю можно закончить видос всем спасибо что досмотрели это видео до конца с вами был данил бурмаков надеюсь что вам такого рода видео очень понравилось подписывайтесь на нас в телеграме и на ютубе ставьте лайки пишите в комментариях был ли у вас такой аппарат и был ли у вас вообще именно похожий аппарат потому что именно м1 мне кажется не у всех был и какой у вас был самый первый android телефон вообще в жизни а на этом я не прощаюсь всем удачи и до скорых встреч